Здравствуйте! Сегодня у нас 3 декабря и сегодня в России отмечают день неизвестного солдата. И у нас в Канаде также есть памятник советскому воину-освободителю, неизвестному солдату. И каждый год 3 декабря мы приносим к нему цветы, чтобы не забыть о подвиге тех молодых ребят, которые ценой своей жизни защитили наш мир и обеспечили то, что мы сегодня, сих пор, 75 лет спустя, мы живем в мире и не испытываем тех ужасов, которые нам могла бы принести победа гитлеровской Германии в той войне. Мы бесконечно благодарны этим солдатам и мы храним память о них даже здесь, далеко от родины, в Канаде, которая также была союзником Советского Союза в той войне и также боролась против фашистской Германии, помогая нам оружием, продовольствием и всем остальным. Что это значит для всех нас? И, наверное, не все, далеко не все знают о том, что существует этот праздник. Как-то он раньше широко не отмечался, да и сейчас особенно не слишком активно отмечается даже в России. На самом деле традиция захоронения могил с неизвестного солдата началась впервые в Англии. После Первой мировой войны там захоронили британского солдата в Весминстерском раббатстве, и это был первый пример могилы неизвестного солдата. Вскоре после этого в Париже возле Триумфальной арки также захоронили неизвестного французского солдата, и тоже на его могиле впервые был зажжен вечный огонь, который символизировал вот этот огонь, который горел в сердцах этих ребят, брошенных в Первую мировую войну на фронт с Германией. Субтитры подогнал «Симон» В Советском Союзе могила неизвестного солдата появилась, когда отмечали 25-летие победы над фашистской Германией под Москвой. Парах неизвестного солдата, найденный у 40-го километра возле Москвы на Ленинградском шоссе, то есть место, где фашистские войска ближе всего подошли к Москве, был перенесен в Александровский сад возле Кременской стены, торжественно захоронен, и на его месте была построена могила неизвестного солдата. Это случилось 3 декабря, и с тех пор этот день считается днем неизвестного солдата, хотя он так особенно и не празднуется. У нас в Оттаве тоже существует мемориал войны, и тоже существует могила неизвестного солдата. В этом году мы уже возлагали к ней цветы. Это случилось когда в день окончания Второй мировой войны, когда в конце концов не только фашистская Германия, но и Япония была также побеждена войсками союзников, куда входили как канадцы, американцы, англичане и, конечно, Советский Союз, как страна, внесшая наибольший вклад в разгром как Германии, так и Японии, и понесшая наибольшие потери в этой войне. Но в этот раз мы не смогли возложить, потому что из-за ограничений, связанных с карантином, мемориал войны был ограничен доступ, и поэтому мы возложили цветы у памятника Советскому воину, который находится рядом с посольством Российской Федерации в Оттаве. И вот мы показываем вам на эту тему небольшой сюжет. Также сегодня, 3 декабря, была организована конференция между многими странами, в которой присутствовали русские люди из более чем 120 стран. В общем, на этой конференции председатель поискового движения России и многие другие люди, пишущие про войну, рассказали о том, как происходит поисковое движение. До сих пор в России существуют энтузиасты, которые исследуют биографии, находят в архивах, кто когда погиб в каком сражении, находят могилы погибших солдатов, занимаются перезахоронением, занимаются тем, что на братские могилы наносятся имена. И это, конечно, большое благородное дело. И главное, что родственники уже ушедших героев теперь могут уже знать, где они похоронены, могут уже с гордостью нести их портреты, своих героев. Прекрасно то, что наши соотечественники, люди, живущие, выехавшие из разных стран Советского Союза и живущие по всему миру, они бережно хранят память о своих героях, о тех, кто победил в этой ужасной войне, о тех, кто погиб в этой ужасной войне, о тех жертвах этой войны. И делают все возможное, чтобы уже Третьей мировой войны не случилось. Чтобы наши дети жили, и внуки наши жили в такой же счастливой и свободном мире, в каком мы прожили наше счастливое детство. Я просто хочу напомнить вам, что мы должны очень благодарны быть всем людям, которые погибли во время Второй мировой войны, потому что эти люди сохранили мир от беды, от ужасной беды фашизма, и сделали его мир таким, каким мы живем уже больше 75 лет, свободным, счастливым, и несмотря на то, что в нашем мире существуют, конечно, какие-то большие проблемы, все равно это не сравнится с тем, каким мог бы мир стать, если бы фашистская Германия и Япония тогда бы победила в той войне. Поэтому низкий поклон и огромная благодарность тем людям, которые защитили нашу Родину, Советский Союз, которые защитили Канаду, которые защитили Европу, и которые не дали вот этой вот страшной заразе расползтись по всему миру. Мы должны помнить о том, что случилось тогда, для того, чтобы это никогда не повторилось. Вечная память героя. Никто не забыт и ничто не забыто. О, сколько их от Волги до Карпат! В дыму сражений, вырытых когда-то, с оперными лопатами солдат. Зеленый горький холмик у дороги, в котором навсегда погребены мечты, надежды, думы и тревоги безвестного защитника страны. Эти стихи были написаны Эдуардом Осадовым в 1969 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кінец carreksam Victor Волги Ерри pit